В Доме культуры поселка Афибский состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Профессиональному празднику творческих, ярких, незаурядных людей, делающих нашу жизнь красивее, интереснее и богаче духовно. В зрительном зале собрались те, кто с гордостью и любовью носит звание культработника. Я родилась не на сцене, но с детства я пошла туда, потому что я не знаю, что это, призвание, что-то там свыше, потому что радость, праздник, это все для того, чтобы жить лучше, наверное. Вот сейчас, в данный момент, я работаю заведующей сельским клубом поселок Октябрьский. Люди там вообще настолько отзывчивые, настолько талантливые, творческие. И вот мы, когда объединяемся на эти праздники, вот просто крылья вырастают, жить хочется, и кажется, ну вот она, вот она, жизнь, да прекрасна. В этот день со сцены виновники торжества принимали поздравления от главы Северского района Адама Джарима. Сегодня ваша работа является ориентиром для воспитания духовности и патриотизма. Северский район всегда гордился талантливыми и творческими специалистами в области культуры. Яркие и запоминающиеся праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем муниципальном образовании, стали традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи и старшего поколения. За последнее время вот уровень всех мероприятий, которые проходят в нашем районе, очень вырос. И видно, что каждый из вас вносит, знаете, вот в свою душу, в свое сердце. Это не очень просто выйти на сцену, спеть, танцевать. Нет, это нужно прожить именно вот эти минуты на сцене. Поэтому еще раз вам новых творческих успехов, мира вам, счастья, благополучия. И я уверен, что мы есть, были и останемся самыми лучшими работниками культуры Кубани. С праздником! Во время праздника прошла церемония награждения лучших работников культуры. Почетными грамотами Министерства культуры Краснодарского края, памятной медалью за вклад в развитие Сирского района, почетными грамотами и благодарностью администрации муниципалитета. Украшением мероприятия стал подарок главы района – праздничный концерт в исполнении государственного академического кубанского казачьего хора, покоривший сердца зрителей. Я судары не пойду, ай-люли, ай-люли, я судары не пойду. Невозможно представить ни одного праздника без организаторских и творческих идей работников культуры. Талантливый ученый-фольклорист Виктор Захарченко вернул к жизни сотни песенных народных шедевров, которые теперь греют душу современному слушателю. Не просто веселят, а заставляют задуматься, учат народной мудрости, духовности и традиции. Их поют по всей России и за ее пределами. Бурными аплодисментами, переходящими в овации, зрители благодарили артистов за каждое выступление. В этот торжественный день в зоне особого внимания ветераны творческого труда, отдавшие культурной отрасли не один десяток лет. Их многолетний добросовестный труд, верность профессии, творческая инициатива и личный вклад в сохранение и развитие культуры бесценны. Работники культуры – люди, которые отдают свое сердце, которые умеют сделать из ничего огромный праздник, будь то поздравления, будь то профессиональный праздник. Хочется пожелать всем тем, кто сегодня продолжает традиции работников культуры прежних лет, сохранить все, приумножить и сделать свою жизнь великой, потому что их миссия на земле велика. Культура – важнейшая составляющая жизни общества. Выбрав эту жизненную дорогу, ежедневно отдавая другим тепло своей души, творческие люди несут людям добро и свет. 11 апреля в дошкольном образовательном учреждении номер 14 состоялось конкурсное мероприятие «Ток-шоу-профессиональный разговор» в рамках третьего тура муниципального профессионального конкурса «Воспитатель года Северского района-2018». Профессиональный разговор – это конкурс, тема которого обновляется каждый год. И в этом году участники «Ток-шоу» рассуждали о проблемах современных родителей. Ведущей «Ток-шоу» стала журналист нашей телерадиокомпании «Атаман» Инна Кухта. Потребительское отношение и к воспитателю, и к детскому саду в целом. Вот очень надеюсь, что смогут родители, увидев и послушав вас, как-то по-иному взглянуть на роль дошкольного образования, воспитания ребенка. И вот я бы хотела очень услышать от вас, почему, кто создает такое негативное отношение общества к роли воспитателя, и вообще в целом к детскому саду. Я думаю, что авторитет профессии упал, потому что очень много в средствах массовой информации, доступности, открытости, что родители могут очень много информации подчеркнуть оттуда. Всегда в интернете очень много правдивой информации. Там очень много фейковой информации, которую как бы не нужно принимать близко. А поколение родителей сейчас, они привыкли опираться и ориентироваться на вот эту вот доступность окружающую. Сейчас, наверное, еще такая острая проблема и значимая, это проблема гидронного воспитания. Я думаю, да, что все вот в условиях социальных изменений уже постепенно разрушаются. Такие традиционные взгляды на поведение полов. И роль мужчины и женщины, она смешивается, часто вот стираются границы в профессиональных сферах. И девочки, исходя из этого, становятся грубыми, властными, агрессивными. Мальчиков смотришь, какие-то не могут постоять за себя, эмоционально неустойчивые. И чем дальше, тем, мне кажется, иногда даже страшнее. Вот как Вы считаете, насколько важно с ранних лет в детях закладывать знания о особенностях своего пола? И вообще, насколько актуальна эта проблема в детском саду? Таких элементарных потребностей, когда мальчики, пожалуйста, помогите девочкам принести стулья. Вот здесь, конечно, должны быть не девочки нести, а все-таки мальчики. Вот мы на таких именно моментах делаем упор. Немаловажно еще с родителями вести беседы, потому что, исходя из статистики, 85% времени с детьми проводит мама. А папа, вот эту вот остальную, вот эту небольшую часть, к чему сводится общение папы и ребенка? Я тебя на машине покатаю, да, пойдем там в компьютерную игру с тобой поиграем, в кино посмотрим. Все, все остальное мама. То есть папу привлекать к работе с детьми, к воспитанию, к общению, нужно, чтобы хотя бы это было 50 на 50. Профессиональный разговор состоял из вопросов разного плана, как личного, жюри узнавало, что привело педагогов в профессию, каким, по их мнению, надо обладать культурным потенциалом для работы с детьми, так и профессионального характера. Например, что такое идеальный педагог с точки зрения родителей и ребенка? Какие существуют проблемы взаимоотношений детей и родителей? Введение федерального государственного образовательного стандарта, проблемы гендерного воспитания, а также проблемы здорового полезного питания и наличие современных информационных технологий. Ток-шоу в форме беседы с опорой на личный опыт нашего журналиста позволило в полной мере раскрыть конкурсантов. Любви к детям невозможно находиться в этой профессии. Какие знания мы им предоставим, как мы им донесем, отчасти от этого и складывается их дальнейшая жизнь. Всегда родители учили меня заниматься любимым делом. И если берешься за это дело, то делать его уже качественно и доводить дело до конца. Воспитатель, учитель, это как бы не такая уж большая разница. С самого детства мне хотелось быть рядом, мне хотелось видеть детские глаза. Я хочу, чтобы мои дети, мои воспитанники научились думать. Прежде всего я хочу научить их думать, я хочу, чтобы они были личностями. Ребенок, оторвавшись от мамы, он переходит, он бежит, он с удовольствием идет вот к тому человеку. Значит, его внутренняя душа, ребеночка, она доверяется целиком и полностью совсем чужому ему человеку. Вот это воспитатель. Воспитатель – это человек, который партнер. И друг им, и детям, и их родителям. Он с ними на одном уровне. Члены жюри оценивали наличие собственной позиции по теме, содержательность, аргументированность каждого выступления в ходе обсуждения и умение вести профессиональный диалог. Вот и завершился последний конкурсный день, последнее конкурсное задание. Вы с ним с честью справились. Спасибо вам, коллеги. А задача наша – достойно и объективно оценить и сегодняшний конкурс, и подвести итоги всех этих интересных, классных дней вашего участия в конкурсе «Воспитатель года Северского района» в 2018 году. Конкурс «Воспитатель года» говорит о многом. Прежде всего о том, что дошкольный работник – это первый педагог, который вводит малыша в мир образования. Это личность, которая работает с ребенком и готовит его к взрослой и самостоятельной жизни. Макар Гаврилович Пашкович Огромное вам спасибо за ваши заслуги, достижения, за вашу семью. И я думаю, сегодня у всех, особенно вашей семьи, больше праздник даже, чем у вас. Потому что такое великое событие, это бывает крайне редко. Спасибо. Письмо от президента. Уважаемый Макар Гаврилович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы выставили годину тяжелых испытаний, сохранили веру в право и дело, в добро и справедливость. А паленная войной молодость, вся ваша жизнь всегда будет служить для нас и будущих поколений. Ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и неизгибаемой воли. Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. В этот замечательный весенний день рядом с Макаром Гавриловичем вся его семья. На сегодняшний день у юбиляра осталось двое детей. Но прибавилось семеро внуков, семеро правнуков и двое праправнуков. 11 апреля 1942 года в Краснодарском крае завершилась первая волна мобилизации девушек-комсомолок в войска противовоздушной обороны, которая проводилась на основании решения Центрального комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи от 28 марта 1942 года. По указанию Крайкома ВЛКСМ отбор проводился исключительно в добровольном порядке. Было решено не отзывать девушек с железнодорожного транспорта и учреждений связи. В соответствии с нарядом штаба Северокавказского военного округа, 3246 девушек были направлены на 45-дневную подготовку на учебные пункты в Краснодаре, Новороссийске, Армавире и Тихорецке. Точной цифры женщин, участвовавших в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны, нет. По разным данным, на фронтах Великой Отечественной войны в разные периоды сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. Безусловно, не все из них принимали непосредственное участие в боевых действиях. Но, как показывают публикуемые документы, сфера деятельности мобилизованных женщин была бесконечно разнообразной. За подвиги в годы Великой Отечественной войны около ста женщин были удостоены звания Героев Советского Союза, но, к сожалению, большинство из них посмертно. Вместе с тем нельзя забывать о женщинах-партизанках и подпольщицах, о женщинах-медиках, о летчицах, снайперах и тех, кто не совершил подвига и не получил большой награды, но прошел ту войну и внес свой вклад в победу великого советского народа. В амбулатории Станицыново-Дмитриевской подходит к завершению капитальный ремонт второго этажа. Средства на его проведение выделили из районного бюджета. Здесь проведены работы по внутренней отделке палатниного стационара и кабинетов приема пациентов. Заменены электропроводка, оконные блоки, половое покрытие. Установлена удобная входная металлопластиковая дверь на второй этаж. Дополнительно руководство района запланировали приобрести новую мебель в палаты и медицинский инвентарь. С завтрашнего дня уже начнется генеральная уборка и вывоз мусора. Адам Шахметович подчеркнул, что комфортные условия пациентов в амбулатории должны находиться на первом месте, и они в полном объеме уже созданы. А задача врачей, в свою очередь, обеспечить качественное медицинское обслуживание. Продолжается пасхальная неделя, и все православные неустанно поздравляют друг друга с Христовым воскресеньем. В детском клубе казачьей направленности «Казачий круг» ЦРТДЮ Станицы Северской не обошли стороной праздник. Православное воспитание – одна из основ обучения юных казачат. Вера помогает сформировать у ребенка самые важные качества – доброту, любовь к другим, честность. Учащиеся объединения «Живое слово» рассказали об истории Пасхи и разыграли сценку под названием «Пасхальная радость». В ней повествуется о том, как при двери Крестового воскресенья дети учатся делать добрые дела и узнают о пасхальных традициях. А почему на Пасху красят яйца? Когда Христос воскрес, Мария Магдалина пришла к правителю Тиберию сообщить эту весть. Тот не поверил и сказал, как это белое яйцо не может стать красным, так и человек не может воскреснуть. И тут же белое яйцо стало красным. Вот такое чудо явил Господь. И Тиберий тогда поверил? Конечно! Вот как получается. Людям для того, чтобы поверить, нужны чудеса. Не обошлось на встрече без пасхальных игр. Традиционные забавы, требующие ловкости, быстроты и аккуратности, пришлись ребятам по душе. На встречу слово взяли и гости. Благочинный церквей Северского района отец Максим поблагодарил казачат за интересную встречу и рассказал о празднике. Пасха как праздник праздников, как самый главный церковный наш праздник, он прежде всего возвращает нас к центру всех событий, к самому Господу, к Христу. Вот все остальное лишь его обрамляет, как драгоценная оправа, обрамляет еще более драгоценный и содержательный камень, который, собственно говоря, и является самой главной ценностью. Ценность Пасхи – это воскресение Христова, это победа жизни над смертью, это открытие нам, людям, дороги в Царствие Небесное, это торжество Христа, это торжество Бога и явление Бога нам грешным на земле. В завершении встречи для всех ее участников прошли увлекательные мастер-классы. На них дети попробовали свои силы в декоративно-прикладном творчестве, научились росписи пасхальных сувениров акриловыми красками, познакомились с техникой квиллинг и декупаж. Суицид среди подростков – одна из серьезнейших проблем современного общества. Согласно статистическим данным, с каждым годом число таких самоубийств неуклонно растет. Причины, по которым несовершеннолетние делают выбор не в пользу жизни, разные. Конфликты в семье, в школе, непонимание среди сверстников, отсутствие интересов. Зампнутость ребенка, нежелание идти на контакт, резкие смены настроения, изменение имиджа, разговоры о смерти – все это тревожные сигналы для родителей. Нужно постараться объяснить ребенку, что обратиться за помощью в сложной ситуации – это похвально. Не нужно оставаться наедине с проблемой. И задача родителей – убедить своих детей, что выход есть всегда из любой ситуации. Важно, чтобы дети обращались за помощью. Для этого нужно будет стараться другом, советчиком, своему ребенку. И формировать с ним доверительное взаимоотношение. Общаться каждый день, знать круг увлечений своего ребенка. Жизнь современного подростка невозможно представить без интернета. Но помимо пользы, глобальная сеть таит немалую опасность для несовершеннолетних. Это сомнительные группы в социальных сетях, непроверенные сайты. По словам психологов, родителям следует уделять пристальное внимание тому, какие интернет-ресурсы посещают их дети. Для этого, например, существует сервис Герда – старшая сестра в интернете. Он позволяет отслеживать, с кем общается ребенок в социальных сетях, вовлечен ли он в суицидальные игры, группы, проявляет ли интерес к криминальной культуре, депрессивному контенту. Большую часть своего времени дети проводят в школе, поэтому немалая ответственность за них лежит и на педагогах. В каждой школе Северского района ведется профилактическая работа. В нашей школе ведется профилактическая работа по программе Ермакова и Залманова «Держи удар». По этой программе строятся классные часы, упражнения, игры, направленные на формирование жизнестойкости учащихся. Важно показать ребенку, какими ресурсами он может воспользоваться в трудной жизненной ситуации. Как отмечают многие психологи, лучшая профилактика любых проблем – это благоприятный доверительный климат в семье. Самое главное – нельзя закрывать глаза на проблему вашего ребенка. Если она становится особо острой, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Благотворительная ярмарка «Пасхальный звон» прошла в школе номер 43 в станице Северской. Прямо посреди школьного двора развернулись прилавки с пасхальными куличами, сладостями, выпечкой и различными угощениями. Подобные мероприятия проводятся в районе достаточно регулярно, и школьники с радостью в них участвуют. Проведение ярмарок знакомит ребят с самой концепцией благотворительности. Школьники уже в таком раннем возрасте четко понимают, что общими усилиями, делая добрые дела, они помогают своим сверстникам. Родители и преподаватели, в свою очередь, всячески поддерживают инициативу детей. Все вырученные на ярмарке деньги будут переданы в благотворительный фонд на лечение детей с нарушением слуха. Говорит и показывает атаман. Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова